В областной центр без опозданий пришла дождливая и холодная осень, а это значит, что сезон насморка и кашля не за горами. В аптеку номер 3, что расположена на пешеходной улице Советской, люди все чаще приходят, чтобы приобрести микстуру или противовирусное средство. Подготовка к холодам в самом разгаре. Аптеки города готовы дать решительный отпор ОРВИ и гриппу. Учитывая опыт работы в первом полугодии, в период, когда нам пришлось активно бороться с коронавирусной инфекцией, и сейчас, предполагая рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, руководством предприятия областного аптечного склада, заведующими аптек области, приняты меры по обеспечению необходимой номенклатуры лекарственных средств, средств защиты. В первую очередь на аптечном складе. Ассортимент аптек пополняется посредством направления заявок в областной аптечный склад. Далее, в соответствии с графиком, товар доставляется в аптеке. И при необходимости организуется дополнительно. К нежеланной встрече с вирусами готовятся и брещания. Правда, у каждого из них свои методы. Клюквы обязательно, потому что я без клюквы не могу, и дети тоже. А вообще, если я комплекс витаминов принимаю, я их начинаю принимать уже только в декабре. А пока с меня хватает клюквы. Стараюсь поменьше выходить на улицу. Конечно, лучший вариант – это прививка. Будет возможность прививить. Таблетками, продуктами, фруктами. Сейчас прививку сделала от гриппа. Думаю, что поможет. Вакцинация в этом году как никогда актуальна. Коронавирусная инфекция не дает расслабиться даже сейчас. А потому, сделав прививку, мы защищаемся от гриппа. А значит, есть вероятность, что наш организм сможет дать отпор и ковиду. Не факт, но надежда есть. Учитывая сложившуюся ситуацию, в аптеках можно приобрести защитные маски и дезинфицирующие средства. Они представлены в широком ассортименте, как и лекарственное средство для профилактики и лечения простудных заболеваний. На сегодняшний день аптеки системы Брестского РУП «Фармация», и в частности наша аптека, может предложить широкий ассортимент лекарственных средств и биологически активных добавок для профилактики и лечения простудных заболеваний у взрослых и детей. В первую очередь, для укрепления иммунной системы в целях профилактики рекомендуем принимать витамины. Это могут быть моновитамины, аскорбиновая кислота, представленная в различных формах, таблетки, порошки, жевательные таблетки, более 20 видов. Поливитамины и их комбинации с микроэлементами, представленные 60-ми наименованиями для разных возрастов. Но стоит помнить, что для борьбы с вирусом многообразие лекарств домашней аптечки только помешает. Все должно приобретаться прежде всего по рекомендации врача. Бездумное применение таблеток может только навредить. Ирина Кузьмич, Эдар Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.